Приветствую вас, дорогие друзья! Располагайтесь поудобнее, если вы взяли с собой что-то вкусненькое перекусить, то приятного вам аппетита! Не забудьте поделиться и со мной. Шучу, мне своей еды хватает. Так, у нас уже по сути 13-14 лет выживания за госпитальеров, и для меня это определенно такое значимое событие. Ну, мы уже говорили, что для кого-то это хардкорная фракция и островок Родос, для кого-то не очень. Кто-то такой папка, что, в общем-то, все ачивки в стиме имеет и без проблем нагибает. Но, так как у меня это шестая, седьмая, не помню какая по счету компания, но, в общем, немного компаний проведенных, и за госпитальеров играю впервые, то определенно хардкор для себя чувствую. Так, что у нас есть? У нас за это идет национализация, а Родос идет крещение. Причем закончится это дело в мае 1459-го, то есть где-то через год и два месяца, вроде бы так. Еще основной наш противник, это Османская империя, запретила нам с кем-либо воевать, иначе готова настучать по шапке. Тут рядом у нас идет война, в ней участвует Венгрия, но они, по-моему, Феррару дерибанят за отсутствие союзников. Вот так вот, нет у вас союзников, получите по голове. Помните об этом, и старайтесь этого всего дела избегать. Я свои очки влияния на Святейший Престол влил уже. Что я делаю? Я создаю войска на Родосе, и ко мне в голову вот такая вот идея пришла. Если Османская империя так хочет завоевать Византию, А что если мы, 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 нам правда для этого дипломат нужен, прекратим фабриковать претензии на Рагузу, а попробуем сфабриковать претензии на Ахею и опередить Османскую империю. Ведь такое может случиться. Мы можем тот же самый маневр провернуть. Так, давайте ждем нашего дипломата, заодно следим за риском восстаний. Есть кое-что, что я могу отключить, чтобы все видеть. Это флотилии пошли вон отсюда. О, торговцы пошли вон отсюда. Все. Кстати, насчет торговцев. Торговля 0,51. А если я шаг конем сделаю? 1%, 0%. Допустим, из Александрии получать прибыль. И тут тоже получать прибыль. Я же так понимаю, у меня тут еще никакого влияния нет. За это еще только национализируется. Все, я готов к спортивному соревнованию, к некоему такому компетишену. Получу я 5% скидку? Не получу. Может мне стоит потратиться? Давайте потратимся. Но пока что никакую группу идей я принимать не буду. Зету обратить? Ладно, пусть будет обращенная Зета. 6 дней. Османы восстанавливают свой боевой дух. Как думаете, почему? Так, на Ахею я хочу фабриковать претензию и улучшать отношения, продолжать с Сербией. Ай, даже может быть хитрую фишку сделать. Хочу вернуть его домой и держать при себе. Византийские и черногорские сепаратисты. Хватит мне времени, не хватит, не знаю. Так, если османы объявят войну Византии, то у меня будет немного времени, чтобы высадиться и провернуть тот же трюк, пока османские армии придут сюда. Ахея Мария. Еще и денежку нужно заплатить своим армиям, чтобы быть уверенным, что с ними будет все в порядке. Так, торговля 0.48, но нам покажут только в конце месяца, как у нас все улучшится. Инфляция появилась. 0.82. Серьезно. Феррара приняла мир от Флоренции, отдала одну провинцию, но сейчас, я так понимаю, продолжает воевать все еще. То есть Феррару по-любому разорвут и ничего не оставят. Так, ладно, фабрикуем претензии и верим. Нам тоже ничего не остается. приблизиться. Ну что, мы же не можем правопрохода у османов попросить. Это будет просто верхом наглости. Ну и тратить время на то, чтобы... Так, давайте ждем до конца месяца и надеемся, что османы не объявят войну. Мне надо и в Черногории, и в ЗЭТе посидеть как можно дольше, чтобы как бы риск восстаний не будоражить. Конечно, есть доблестные соседи, которые мне могут помочь. Блин. Ладно. Смотрите, что я делаю. Поплыли сюда, чтобы взять тут двоих. Ну тогда тут назначаю командующего. Пусть умирает, потому что командующий у меня откровенно очень хреновый. Мне это не нравится. У меня просто на редкость говеные. Ну вот этот еще 4-4-2, пока живет, хорош. А вот этот 5-1-1 мне вообще не к месту. Ну, конечно, можно получить и худшего, но как-то я носом ворочу. Так, Валахи объявила нас своими соперниками. Давай, 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 плавай. Вот византийская армия. Может быть, мы и византийских сепаратистов рост остановим до того, как перекрестим. Так, Австрия там с кем-то союз расторгла. Неужели ты, девушка, меняешь направление решения? Так, 3. Ждем, пока боевой дух восстановится. Мы даже можем приплачивать своим войскам хотя бы какую-то сумму. Ну, типа вот такую. Август подходит к концу. О! Сепаратисты в ЗЭТе начали голову поднимать. И я, типа, буду держать их тут насчет если османы вдруг объявят войну. Византии 56, 57. Молодец. Фабрикуй претензии, чтобы это еще только не росло очень быстро. Национализация здесь закончится 16 марта 60-го. Как быстро у меня денежка закончится. Мне бы с серпами отношения улучшать. династических браков мы и не заключаем. И дипломат мне нужен на случай, если османы войну объявят. Османы не спешат. Хитрые османы! А что же вы такие? Со мной, что ли, воевать собрались? Непонятно мне. Так, 60-40. Мне и сепаратистов своих надо усмирять. Это на 1 января. Скоро Родос будет перекрещен. Возьмемся за Зетту. Так, 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 так. Ну, в принципе, все в мою пользу. Я успею сфабриковать на Ахею претензии. Другое дело, успею ли я высадиться? Так, второй дипломат. Это супер. Претензии у меня есть. Если я сейчас объявлю, к примеру, войну в Византии, то Османская империя вступится за нее. Она же меня предупредила. Все как бы просто. Поэтому мне надо ждать, чтобы она объявила войну Византии. Тогда она не вступится. Это будет просто разрыв шаблона какой-то. Так, 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 так. Улучшить отношения, отправить, да. Ну и следим за всем, что происходит. Я упускаю все остальные возможности во имя этой снова отсрочить гибель Византии. Просто мне интересно, можно ли так действовать. Так, плюс 5 к отношениям, не к отношениям, а влияния на папу. Это мы перекрестили Родос, и у нас теперь стоимость всего должна поменяться. Единство веры, это в следующий месяц нам должно указать, что ребята теперь все клево. О, византийские сепаратисты начало уменьшаться. Так, 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 что у нас минус 1.99 сверх расширения еще влияет и немножко единство веры, но не так сильно. Соответственно, и стоимость стабильности нам дешевле. Теперь стабильность будет, трата будет, потому что модификаторы налогообложения совершенно другие. А Z перекрестить мы не можем, потому что надо, так, Венеция присоединяет на Ксос, надо национализировать ее. Окей. Фактория. Вот так, в Рагузе кто-то там избирается. Чудо-юдо в перьях. Нам же два не нужны на кораблях. Ведь правильно. Один свободен. Давай ты сюда, здесь постоишь. Так, ну мы типа ждем. кстати, раз мы ждем, я расконсервирую еще и этих друзей. Вдруг пригодятся. Конечно, за них что-то платить будем. Нам быть денежку, кто подкинул, хотя мы сейчас... О, с мамлюками у Венеции не ладится. еретики, где на Родосе, не должно у них так все быть. Ладно, ждем тогда национализации. еретики. Еретики уменьшаются, черногорские сепаратисты увеличиваются. Где-то на 70% будем уже подкармливать блин. Мало армии у нас там. Османы пока выжидают паузу такую откровенно пугающую. то ли нас хотят на понт словить. Мы не пойдем на Византию без вас. Новое правительство. Ничего я пока принять не могу. Что тут у нас? Все то же самое. Постоянный перерост отношений боевой дух флота нет. Лимит армии, содержание боевого духа армии тоже нет. Национальный фокус в 69-м. То есть через 10 лет могу сменить. Ну чем дольше живет мой правитель, тем больше, конечно, очков я сейчас получаю. Плюс 10, плюс 6 и плюс 4. Потому что если та откровенная дрожь земли станет правителем, которая по идее должна унаследничать, то это будет жесть. Военные традиции плюс 20. Либо престиж уменьшится на 10. Ну конечно же я с моими-то военными традициями, которые у меня 8 и 5. нанять оружейника. Да, пусть будет. Блин, мне так жалко, что у меня один дипломат фигней страдает. А все из-за неопределенности Византии. Так мне хочется подстегнуть еще раз Османскую империю. При этом и Османская империя ни с кем не воюет. Флоренция заключила военный союз с Венецией. Присоединила Корфу Венеция. Так, Венеция, ты же к нам хорошо относишься. Мы же все в порядке. Флоренция, может, ты хочешь с нами засоюзничать, к примеру, против престола Святого Петра. Венгрия, Арагон, Лук, оу, да. А что с Феррарой? Осада долго длится. Так, вот она наша. Османская империя начала завоевание. И мы объявляем Византии войну. Османская не участвует, Венеция не участвует. Все. Мы объявляем войну. И мы же когда? 16 марта идет. Мы пока высадимся. Это будет 18 апреля. То есть долго. Так, и как я себе хотел, как я все это видел. сюда галерки направлены всякий случай. Османский флот все равно не даст рыпнуться врагу. Такс, 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 подстебнуть. Ну, подстебни уж. За это национализировалось. что-то мы там разбили кого-то. и османы гады не спешат. Но я смогу если что завернуть. или мне лучше остановиться. Так, лучше остановиться и попробуем высадиться в Марию. В Майя хотя бы в Марию. Так, супер. Купер, труппер, вау, 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 вау. Ну, у нас выбора нет. когда мы высадимся в Марию. 6 мая. Этих разобьют, они отступят. Давай, 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 успевай. Все. Сели в Марию. Сейчас еще из-за этой приведем сюда. А, мы Марию и выбрали объектом. Так что мы сделали все правильно. Не, подождите, постойте тут. а вы нам приведите новую армию. Национализировались. И давайте тогда ентова нашего. Нам как минимум нужно 6 отрядов, чтобы осадить крепость. В этом нам помогут османы. так что стойте здесь. 22 счета. Эти стоят здесь. На побольше счета. Блин, тут очень главное тонко почувствовать, когда стоит слинять, потому что если Византия станет вассалом османов, то сами понимаете, что произойдет. Османы автоматом вступят в войну с нами. Мне очень выгодно, чтобы болен как-то они успевают быстрее, чем я. Хорошо сепаратизм не растет. 21 14 Австрия присоединила к себе Баден за это время. Черногорские сепаратисты не растут. Аж как-то подозрительно. Что не растете? Растите, я сказал. Ноль. Так, только если эти сейчас вы ведут свой флот, то с кем скажите я буду сражаться. Что я должен помогать этим фигням? Видите свой флот? Я не хочу свои корабли терять. О, отлично. Другое дело. Блин, все это время помогал этим гадам. Это таки привели свой флот. 35 захватили 6 процентов 21 тыры пыры праведность престиж престиж праведность. Что же выбрать? Праведность на налоги влияет от престиж? Ну ладно, выберем праведность. Блин, денежек нет. Кто подкинул? Так, мы взяли. Мы заключаем мир. Морею мы можем типа себе взять по этим условиям. Это и хорошо, и плохо одновременно, потому что ну сами понимаете, что я с ней буду делать? С Мореей на границе с османами. Они же мне выпишут по самое неболу и потом за эту Морею. Я ее просто не смогу защитить. У меня пока нет таких союзников. Но с другой стороны крайне ценная провинция Высокогорье. Удобно защищать. если я беру их в вассалы, то автоматом начинается моя война против османов. Это мне тоже вообще не вариант. Сами понимаете. Вообще ни разу. Но и счет у меня практически максимальный. то есть 38 дукат Морея и все. Не успел я Сахея и меня войско Византии помешало. Сложный выбор потому что османы мне могут вписать а я кто меня поддержит Сербия эти может еще и поддержит мне нужны будут союзники. Ну ладно давайте типа отправим требования за 82 административных национализировать еще и марийские сепаратисты здесь будут. всем сюда но главная денюжка появилась эх идеи влияния я я все-таки сепарат дипломат и и дипломат самое то дипломатические отношения репутация это позволит заключить союз с Польшей стоимость дип технологий но вроде нормально перекрещивая время сепаратизма минус 10 блин ну это классно время сепаратизма я же собираюсь завоевывать сепаратистов давить у меня сейчас самая большая проблема будет дипачки дипачки диптип дипачки сразу со старта взять дипломата давайте хорошо подумаем ну что ж прощай Византия галеры куда их отвезти попробовать сюда же так Касус Бели Османской империи они захватывают только одну провинцию афины остаются ля-ля тополя разумно ли я поступил все время думаю об этом 221 день давайте нанимать войска еще как минимум два отряда мне нужны трофеи 38 дукат только из-за этого плюс и пополнение подразделений необходимо ладно фиг с вами так Мария тут у нас крепость кормить кормить эту крепость не будем пока что фиг фиг вам пополняй пополняйте пополняйтесь фабрику фабрику претензию на рагузу в 64 мы сможем 80% так мы можем сгенерировать это восстание увеличив резко содержание и вовремя автономию изменив через 0.9 года давайте дужки помогайте нам все деньги трачу миссионеры взяти половину работы выполнили уже я просто вызов бросаю повстанцам они как на зло не растут а мои деньги как на зло уменьшаются ха-ха-ха-ха ха-ха-ха но зато и эти ушли восемь из восьми один лишний отрядик будет ну уже ну уже ну уже тут и миссионер трудится и все и автономию понизил вы просто должны и обязаны прокать османская империя выбрала Акка Юнлу нас пока не трогает хух ну в чем-то легче так давайте тогда уменьшим содержание армии чтобы уменьшить растраты советники и миссионеры но мы можем отказаться от обоих так папский протеже сербия о госпитальерах плюс 50 сын купца праведность местный дворянин все мне надо но вот сербия о госпитальерах плюс 50 это очень хорошо давайте возьмем 5 1 1 теперь ой ой каких же нам лошар дали аж страшно 9 из 8 мы еще и переплачивать теперь будем престиж или 50 дипломатических так потеряю в престиже но не в дипломатических и принятие мною группы идей отложу это тогда на следующую серию буду думать буду думать буду думать акаюн лукароман османской империи усиливается я ничего им не могу противопоставить пусть бродят воюют мы торгуем где брать деньги вассалы дают немножко торговля дает какой-то мизер 4% вообще даже не чувствуется а там уже ноль давай получать прибыль мы выполним эффективность миссионеров будет плюс один шикарно сможем перекрестить и тогда енту морею морея но только после национализации хорошо на этом я с вами друзья прощаюсь оставляйте ваши советы в комментариях под видео но помните я советы учитываю беру во внимание но на основании ваших советов я генерирую собственное решение оно может отличаться от того что конкретно ты друг мой советуешь поэтому не бомби не взрывайся по этому поводу а отнесись к этому с пониманием что все мы свободные люди все мы вольны допускать какие-то ошибки да может быть я по незнанию допущу ошибку по неопытности или по упрямости но для кого-то это будет определенно ценным уроком и даже если я для себя пойму блин а надо было так как советовали поступать я ну как бы извлеку урок что ж поделаешь в любом случае держите пальцы вверх за мое прохождение друзья для меня это очень важно ставьте лайки подписывайтесь и репостите эти видео в соцсетях у вас чтобы больше нас было играющих в Европу универсалис 4 и любящих ее удачи вам